Сегодня утро началось с 12 часов дня. С 9 у меня. С 9, он обманывает. С 17. Покажите их. Сейчас пришли в столовую, покушаем и будем выдвигаться на местный замок достопримечательности города. Сегодня у нас на обед вот такая вот пицца, супчик, десертик. Макарошки. И вот Движ тоже взял себе покушать то же самое. Артем, тебе нравится? Ну-ка, попробуем пиццу. Реально вкусная пицца. У нас все так одинаково. Класс. Столько сыра, много, тесто такое вкусное. Класс. Супчик, макарошки, десертик. А на районе иде дождь. Очень грустно. А я на кухне хаваю борщ. Дуже вкусный. А на районе иде дождь. Я сижу на кухне, хаваю борщ. Очень вкусно. С капустой. Ну что-то мне немножко грустно. Вот в такой столовой мы уже месяц кушаем. Спать, почему? Я с вами хотела. Я могу? Мы играли в футбол. Я резко захотел в туалет. А взрослому? Да. По-крупному? Игра по-крупному. Я уже упала. Сколько тебе было лет? Девять и десять. Девятнадцать? Двенадцать лет было пацану. Не добежал домой. Так сказать, высыпалась. Каждый раз, когда мы что-то планируем, я хочу какать. Все. Когда он это говорит, это значит, что уже все просто. Уже так поджимает сильно, что просто надо выбегать. И грянул гром. Я показываю. Давай быстрей. Все. Пошли, не закрывай, не трогай. Сделал дело, гуляй смело. Погнали, мы сейчас будем в замок идти. Хочешь в замок? Кастл перебегаемся. За него, за него, жизнь от дамы потеряю, пропадаю я. Пропадаю я. Курдик, ты шо в этом? В бассейне? Как нет? А пакет поможешь папе нести? Я сегодня в новой футболке. Смотри, какая. Десятиметровая щука. Такая и схавать может, проглотить. О! Сколько здесь велосипедов. Прям море. Бери, катайся, не хочу. А этот велик на земле что-то приуныл. Фига. И этому что-то плохо стало. Конечно, солнечный удар получил. И выбился из колеи. Один ребенок покакал. Сейчас зашли домой, потому что второй захотел какать по-взрослому. Сейчас мы скинем мусор. Возьмем. 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 Что мы возьмем? У нас тут за неделю насобиралось вот такое. Целые пакеты. Мы пойдем сдавать бутылки. Мы выходим. Нравится то, что происходит? Где? Вау. Такое стало накачанным. Это хорошо, когда ты не в черном. Где происходит? Появлено. Конечно. Что-то еще интересует? Ты знаешь, куда мы идем? Да. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Мы будем делать тряпки, мы будем делать ватки. Это бизнес, понимаешь? Еще пару таких мешков и мы можем купить себе вот такой вот. Мерседес. Сейчас главная задача, чтобы мы сдали вот эти все бутылки. И они выдали нам всего лишь один чек. Значит, с утра мы должны были позавтракать в столовой и отправляться в замок. Так как дети уже устали, находились, сели дома в интернете, залипли там. И они сейчас будут отдыхать. Мы в замок пойдем в следующий раз. Поэтому сегодня мы просто сдаем бутылки. Она выключилась. И идем отдыхать. Видео, значит, посвящается, на сколько можно сдать эти бутылки. Что-то у вас стоит. А? Дед, допустим. Не работает. А куда мы... А, я знаю другой магазин. Мы как раз в него идем. Как раз. Мы как раз в него идем. Не, ну как ты так? Тебя в камеру плечо попадет. Почему ты не спрашиваешь, где моя кепка? Потому что я не буду выполнять твои приказы. Моя кепка это мой головной прибор. Это мое предложение. Продолжение. Продолжение моего головного прибора. Все. Камеру вырубай. Здесь съемка запрещена. Короче, как оказалось, этот магазин совсем не за углом. Надо в километр где-то пройтись. Что-то я перепутал. Поставил тачку на солнце. Опять краска будет выгорать. Чего покрашу какой-то другой цвет. Салатовый, либо ярко-красный. Пиши в комментарии, какого цвета будет круто смотреться тачка. А у тебя что отмечает? Подожди. Что ты мне на этот перевод? Блин. Ну перевод как проститутка. А, проститутка? Смотри, как она. Не принимает. А чего? Наш пишет, только многоразовые бутылки. А вот это? Да. А вот это? Вот это надо попробовать. Походу. Да. Одноразовые бутылки. Походу. А тут не писай. Короче, на 6.50. Сейчас еще вот эти вот баночки. Железные банки только в другом автомате, в который переводчик перевел как проститутку. Сейчас в проститутку кинем железные банки. В первом автомате пластиковые бутылки сдали на 6.50. Этот чек мы обменяем на кассе и нам дадут за него денежки. Этот автомат принимает баночки. Поехали. Раз. Два. Три. Шесть. Еще на 2 евро. Та-дам! Та-дам! На 2 евро. 6.50 плюс 2 евро это будет 8.50 евро. Никогда не осуществлю. Никогда. Лучше всегда обрезать, чем и удалить. Чем не хватает куска. Какого куска? Какого говна? Ну, если ты читаешь мои видео говно. Началось. На. Много говоришь. Это моя работа. А ты не подумал, что можно обменять эти чеки только в ЕДК? Потому что у них стоит, на них сам стоит ЕДК. Блин, точно. Иди. Хорошо. Я точно буду в ретрит молчания. Тогда вы будете все... ЕДК. Наказаны. Изи мани. А где остальные-остальные топеечки? Чаевые оставил. Кому? Кассирши. Кассирочки. Кассирочки. Это, короче, контейнер под пластик. Кстати, вот этот для стекла. А я его искал. Я искал такой. А просто выбросил стекло. Сейчас у кого-то спрошу, где можно выбросить пластик. О, почтальоны. Подошел к серьезным ребятам. Говорю, а где можно выбросить пластик? Ни где. Идешь туда, короче, 100 километров в одну сторону. И там будет какой-то стейшн. И туда, короче, выкидываешь. То есть, еще раз. Вот для белого стекла, для зеленого, для коричневого стекла бутылки выкидываешь. Допустим, взял ты домой пару бутылок водки, пару бутылок пива, шампанское там в зеленой бутылке. Ты в один контейнер выкидываешь, прикинь. Просыпаешься с бодуна, херово, голова кружится. И ты должен бутылки зеленые из-под шампанского бросить в контейнер для зеленого стекла. Пивные бутылки в коричневый. И из бутылки из-под водки должен в белый до три разных контейнера. А если ты еще взял пару бутылок минералки в пластике, ты вообще должен с утра найти эту станцию по пластику и выбросить только туда. На радостях зашел в магазин. Взял себе эксклюзивную бритву. Такую, как в детстве батя брился. Вот с такими вот лезвиями. Пять насадочек и вот такую вот зубную щетку. Зачем ты взяла два масла? Я всегда говорил, что женщины, они, когда в магазине, они теряют рассудок, теряют голову. Покупают все, все, что лежит. Все, что им не надо было. Но если женщина выйдет с магазина, ничего не купив, она просто обязана. Если даже ей что-то не подошло, она должна что-то купить, чтобы чувствовать себя хорошо. А зачем я взяла себе два масла? Зачем я себе взяла два масла? Я себе взял бритву, я себе взял витаминов, я себе взял зубную щетку. То, что мне необходимо. Да, это нечего. А зато у тебя терять два масла. Спасибо.